Прошлая торговая неделя завершилась на довольно позитивной ноте. Фондовые индексы США оказались на максимальных уровнях благодаря сигналам об уверенном восстановлении американского рынка труда, а также благодаря принятию Сенатом законопроекта о плане развития инфраструктуры. На этом фоне котировка индекса USDX, демонстрирующая положение доллара по отношению к корзине из шести мировых валют, спустилась к уровню 92.50. Усилили давление на позиции доллара и данные по потребительским настроениям от экспертов Мичиганского университета, которые оказались на самом низком уровне с 2011 года. Возможно, уже в ходе новой недели доллар может отыграть часть потерь в ожидании публикации протокола с последнего заседания ФРС, особенно если из содержания документа доллара, можно будет определить вполне ястребиную риторику Центробанка. Ну а пока мы видим, как другие валюты пользуются слабостью американского доллара. Так, евро удалось отскочить от минимального с ноября уровня и закрыть торговую пятидневку вблизи уровня 1.1800, прибавив по итогам недели 0,28%. Тут стоит учесть, что евро не может долго находиться на высоких отметках, при том, что европейский центральный банк остается голубиным. Еще в прошлом месяце политики пообещали удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, а ЕЦБ ведет инфляцию ниже 2% как минимум до 2023 года. Совсем другое дело позиция британского Центробанка. Банк Англии посылает трейдерам сигналы о готовности изменить монетарную политику, и на таком фоне котировка пары фунт-доллар удерживается вблизи уровня 1.3860. С каждым сильным отчетом по британской экономике ожидания повышения ставки Банком Англии растут, а с ними и позиции фунта. Позитив отмечен и на криптовалютном рынке. В течение прошлой недели цена на биткоин наконец-то добралась до уровня 47 800 долларов впервые после майского снижения. Теперь ожидается непродолжительная нисходящая коррекция и после возобновления роста к уровню 50 000 долларов. На сырьевом рынке прошлая неделя прошла в оценке перспективы роста спроса на энергоресурсы. Так, США призвали крупных производителей нефти увеличить добычу, чтобы справиться с ростом цен на бензин. Однако ОПЕК сохранили прогноз потребления нефти без изменений. Котировка североморской нефтяной смеси марки Brent закрыла прошлую торговую неделю вблизи отметки 70 долларов за баррель. Зато золото росло в цене более уверенно. Цена на драгоценный металл достигла отметки 1780 долларов за тройскую унцию. Все же инвесторы продолжают искать активы-убежища, сохраняя опасения за эпидемиологическую обстановку в мире и в частности в Азии. Сообщается, что в Китае более жесткие ограничения в стране начинают сказываться на большем количестве секторов экономики. Китае. Вы смотрели обзор валютного и товарного рынков на канале Инстатв. В студии была я, Анна Касаткина. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.